Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И сегодня мы посетим один из проектов, который называется Go to Rage. Ну и из названия, наверное, понятно, что расположен он на Rage MP платформе. На этот проект я уже заходил. Он открылся еще в прошлом году, примерно в ноябре, в конце ноября. Где-то было открытие этого проекта, и я на него в то время заходил. Но ничего не снимал, просто походил, посмотрел и попробовал накачать себе какой-то уровень, чтобы в дальнейшем просто снять видеоролик. Ну, как это часто у меня бывает, походил, посмотрел и благополучно забыл про этот проект. И вот уже спустя больше чем 2,5 месяца я вспомнил, что я уже был на этом проекте, и надо бы, наверное, зайти и посмотреть, что изменилось и что интересного здесь есть. Ну, а так как я уже был на этом проекте, поэтому меню кастомизации мы пропустим. Создавать нового персонажа, опять качать, желания никакого нет. Давайте сразу же вернемся в бой. И первым делом посмотрим на какие-то рабочие занятия, какие есть на этом сервере. Для того, чтобы понять, куда нам двигаться, наверное, можно воспользоваться менюшкой или телефоном. Телефон здесь есть, вызывается он стрелочкой вверх, как и положено в GTA-шке. Есть анимация, но дальше выскакивает вот такое вот меню. И назвать это телефоном у меня язык не поворачивается. Здесь просто на кнопку телефона выведено меню. Как вы видите, здесь есть много подменю, по которым можно полазить и посмотреть. Выполнено все красиво. Сюда же выведено и меню доната. То есть вы можете при заходе на сервер сразу же купить себе набор новичка, набор гражданского или премиум набор. Правда, почему-то цены одни и те же. Я в этом не особо разобрался и лазить не хотелось. Есть же так еще вставочка магазин, но при нажатии на магазин игра вылетает. Видимо, что-то еще пока не доработано. Но выполнено, как я уже и сказал, все очень красиво, достойно, крупно, читается легко. Но, несмотря на всю вот эту красоту, которая здесь представлена, назвать это телефоном я не могу. Хоть и вызывается это стрелочкой вверх, как и анимация поставлена, как будто мы вынимаем телефон. Но это не телефон, это просто игровое меню. Также есть крафт, промокоды. Ну, в общем-то, вот так вот выглядит меню. Но меня здесь заинтересовала другая вставочка. Вставочка квесты. Видимо, здесь есть ежедневные квесты. Вот с них-то мы и начнем. И по условиям данной задачи мне надо доставить апельсины в количестве пяти штук. В общем-то, вот здесь об этом все написано. И, видимо, какая-то награда. Ну, нажимаем приступить. Выходим из меню, проверяем по карте. И да, наш квест активировался. То есть, мы можем продолжить наше путешествие до этого места, где предстоит нам выполнить эту задачу. Но идти туда пешком достаточно долго. Надо сказать, что на проекте очень много точек аренды. Выполнены они вот таким вот образом. Может быть, не самым красивым, но вот так вот они выглядят. Все представленные машинки выполнены вот в таких вот картиночках. То есть, рядом ничего не стоит. Ну, не знаю, хорошо это или плохо, но вот так вот здесь выполнено. Но даже не это самое интересное. А то, что арендовать машину вы можете на реальное время. То есть, не как это обычно. Вы арендуете, едете, отходите от своего транспорта и выскакивает табличка. Через 5 минут аренда закончится. Нет. Здесь вы арендуете на тот срок, который вы хотите. Час, два, три, четыре, пять. Хотите хоть на 24 часа. И машина все это время будет с вами. То есть, будет ваша. И только по истечению этого времени она пропадет. К сожалению, нету возможности продлевать аренду. Ну, я взял машину на час. И час она будет со мной. И теперь уже на колесах выдвигаемся на обозначенную на карте по квесту точку. Надо сказать, что все точки на проекте расположены очень близко. Будь то задание или работа, все точки расположены близко. Но это мы еще увидим. Таким вот образом горит маркер, который нас сюда, в общем-то, и привел. Ну, и напомню, что по условиям квеста нам надо доставить сюда или отсюда 5 апельсинов. Подходим, но ничего не происходит. Загорается, проверьте, есть ли у вас нужные ресурсы. Заходим обратно в телефон, и задание горит по новой. Ни хрена не понятно. Где брать эти апельсины? Я проверил. То есть в инвентаре ничего не произошло, не появилось. Значит, мы берем их не здесь. А где мы их берем? Вот вопрос. Где взять эти апельсины? Проверяем карту. Нигде нету точки сбора апельсинов. Нету такой вообще. Такой надписи на этой карте не существует. Есть неподписанные точки, вот какие-то, вот, например, вот эта. Она вообще не подписана. Что она обозначает, бог его знает. Вот что делать, я не знаю. Но я принял решение пойти на какую-нибудь работу и по ходу действия в этом все-таки разобраться. Что же это за квесты, что же это за апельсины такие? Работа выглядит вот таким вот образом. Как ее охарактеризовать, я тоже особо не знаю. Наверное, какой-то доставщик. Доставщик ничего, я бы, наверное, это так назвал. Дабы ни форма, ни внешность, ничего не напоминает нам и не дает нам понять, что это такое. Есть длинные доставки, есть короткие доставки. На этом рабочем занятии никакой прогресс не нужен. Как видите, везде нули. То есть можете выбирать любую. Естественно, игрок выберет то, что подороже. Ну, берем любую, в общем, выдвигаемся. Машинки, как видите, стоят здесь же. Здесь же и точка загрузки. Все, загрузка произошла. Ждать анимации, наверное, больше и не следует. Раз уж вот на таком занятии его уже нету. Ладно, выдвигаемся дальше. Но меня все равно мучает вопрос с этим квестом. Что это за апельсины и где их берут? Для этого я опять залез в планшет и опять активировал этот квест. Затем я проверил всю карту. Но нету названия сбора апельсинов. Там, где я бы мог предположить, стоят какие-то точки неподписанные. И этих точек очень много. Куда ехать и что там может быть, что меня ждет, бог его знает. Я решил, что начну с самой ближайшей ко мне. Так как она не подписана, может быть одна из этих точек и есть как раз таки сбор каких-то, может быть, плодово-овощных культур. Первая точка была на побережье. Логики, естественно, никакой нету. Но чтобы посмотреть, я туда поехал. И действительно, что-то валяется. На земле что-то есть. Никакой анимации нету. Просто нажимаем Е и действительно, в инвентаре появилась ракушка. Зачем ракушке? Бог его знает. Но я выяснил, что это точки сбора чего-то. Следующей же точкой, которую я решил посетить, были виноградники. Я знаю это место. Здесь растут виноградники. И здесь еще стоит значок анаши. Сюда-то я отправился. Опять логики никакой. Но, к моему удивлению, здесь стояли деревья. И на них такие вот видимые апельсины. И если вы сейчас подумали, что вот, наконец-таки я нашел. И сейчас буду собирать апельсины. Да не тут-то было. Апельсины на апельсиновых деревьях не растут. Естественно, собирать их под апельсиновыми деревьями тоже нет никакого смысла. Но это, видимо, по мнению разработчика этого проекта. Потому что собирать апельсины надо среди винограда. Именно бродя между виноградных лос, почему-то валяются апельсины. Как они туда попали? Наверное, убежали от дерева. Говорят же, да? Яблоко от яблок недалеко не падает. А вот апельсин, оказывается, падает. Ну и вот тут я понял, что хорошо, что я пошел нелогическим путем. Потому что если бы я поехал туда, где примерно могли бы располагаться апельсиновые деревья, я бы сейчас объехал все эти точки, которые не подписаны, от начала до конца. И хорошо, что я поехал нелогическим путем и пошел просто посмотреть, как же выглядит Анаша. Кстати, Анаши я так и не увидел. Зато я понял, что логику, здравый смысл и, видимо, анимацию на этот проект пока еще не довезли. Но, тем не менее, квест мне все-таки удалось выполнить. Вернее, его первую часть. Там были еще задания, но у меня уже не хватило нервов. Возвращаемся обратно к работе. Мы заехали на один желтый кружочек, чтобы типа загрузиться. Как вы думаете, что нам надо сделать в конце? Заехать на желтый кружочек, чтобы, видимо, разгрузиться. Вот и все. Как я и сказал, анимации здесь ждать, наверное, все-таки и не стоит. Из плюсов в этой работе могу отметить только то, что действительно пробеги на всех рабочих занятиях очень маленькие. В моем же случае вообще что-то пошло не так, и я в одну и ту же точку ездил, 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 ездил. Но я думаю, такого быть не должно. Видимо, господин рандом решил меня потроллить, и поэтому выдавал мне одну и ту же точку на протяжении, по-моему, там минут 15 или 20 я ездил в одно и то же место. Ну, естественно, в конце концов, мне это надоело, и я уволился с этой работы. Но прежде я заскочил в магазин, потому что на проекте есть потребности. Жажда и голод. Ну, магазины расположены в стандартных местах, поэтому затрагивать их не будем. А вот менюшка магазина достаточно интересная, я бы так сказал. Я показывал много всяких разных меню. Были мелкие, крупные. Но вот такое меню, я считаю, что, ну, совсем никуда не годится. Никаких подписей, надписей, ничего нет. Нету картиночки, я бы сказал, на любителя. Мне удалось отгадать только шоколадку. Вот попробуйте отгадать, что там еще есть. Пока не купите, вы не поймете, что это. Вот видите, есть зеленый, фиолетовый и красный кружочек. Вот попробуйте отгадать, что вот это такое. А это, оказывается, удочка. Следующий же шаг, это употребление этих продуктов. Ну, так как я не знал, что это, поэтому купил все сразу. Кстати, собранные мной апельсины есть, оказывается, нельзя. Тоже еще одна очередная глупость. Ну, ладно. Переходим обратно к продуктам. Употреблять их приходится очень огромное количество. Зачем так сделано, я тоже не могу на это ответить. Одним бутербродом или что это такое, я не знаю. Просто нигде не написано, что это. Вы не наедитесь. Их надо закидывать несколько штук. Единственное, что можно купить сразу же большую баклажку воды. Ну, тоже, я это понял только когда ее купил уже. Только после этого вы понимаете, сколько там объем. Есть 0,5, есть литр и есть, по-моему, 2 литра. Вот двухлитровая баклажка сразу же убивает всю жажду. А вот бутербродами пришлось закидываться по нескольку раз. Зачем так делать? Не знаю. Вот действительно не знаю. Одно дело, если бы по условиям экономики этого проекта данное продовольствие изготавливали бы люди и выставляли в магазине. Отчего бы и получали прибыль. Это бы объясняло большое количество продуктов, которые мне нужно было бы покупать. Но здесь же это сделано для галочки. Можно было бы сделать так, чтобы я съел один бутерброд и насытился. Выпил одну баночку и насытился. Но зачем мне такое большое количество покупать и постоянно в себя это закидывать? Непонятно тоже. Просто-напросто приходится делать лишние телодвижения, которые ни на что не влияют. Кроме того, что убивают мое время. Ну и переходим дальше на следующее рабочее занятие, которое есть на этом проекте. А это работа дальнобойщиков. Из плюсов опять могу сказать, что хорошо подобрана точка. Какой-то складской комплекс. В общем-то, достаточно все антуражно. Оформление все тоже скудненькое, такое невзрачненькое. Но на этом рабочем занятии есть прогрессивность. То есть, чтобы зарабатывать все больше и больше, вам надо накатать 35 и 55 точек соответственно. Ну, берем самую низшую профессию, которая не требует никакого прогресса. Прогресса и устраиваемся. В общем-то, здесь у нас ждет достаточно захватывающее то же самое. Езда по желтым триггерам и все. В общем-то, то, что я показывал в первой профессии. Только машина другая, а так все то же самое. Подъезжаем на желтый маркер, загорается следующий маршрут, едем на желтый маркер. Загорается следующий маршрут, едем на желтый маркер. Поэтому, ну, не вижу особого смысла задерживаться на этом рабочем занятии. Быстренько переходим к следующему. А это работа инкассатора. И вот тут-то нас ждет много интересного и разнообразного. Это и точно такая же серая невзрачная табличка, при которой мы устраиваемся на работу. Это и огромный выбор автотранспорта, который представлен на этом проекте. И если в первом рабочем занятии я показывал, что мы ехали от одного желтого маркера до другого, это было скучно, потом мы перешли на работу водителя-дальнобойщика, мы ездили от одного скучного желтого маркера до другого, то здесь мы ездим по обалденно желтым, красивейшим маркерам от одного до другого. Это очень захватывает. Я не мог остановиться, я ездил, ездил, ездил. Вот это, я понимаю, вот это разнообразие. Вот эти анимации, когда я проезжаю, и он гаснет, этот желтый маркер. Не такой, как все желтые маркеры, а он такие вот удивительные желтые маркеры. В общем-то, я пришел к выводу, что разнообразие – это девиз этого проекта. Здесь все работы, они отличаются друг от друга. Но изрядно утомившись от этого разнообразия, я решил пошляться по автосалонам, но по условиям этого проекта, как в каменном веке, вы не сможете купить себе автомобиль, пока вы не приобретете себе дом. Ну вот, домами там я и решил позаниматься. И логически порассуждав, я решил прицениться к домам в гетто, чтобы потом приобрести себе еще дешевле. Дом в гетто стоит 80 тысяч. Меня немножко напрягло, что к какому бы к дому я не подошел, все дома стоят 80 тысяч. И обычно, ну, практически на любом проекте, где бы я только не был, дом в гетто считается не самым дешевым. Самые дешевые дома – это развалюхи где-то там в Глухомане, по типу такого, где жил Тревор в синглплеерной версии. Разбитая корыта. Они всегда стоят очень дешево. Ну, они не имеют там ни гаража, ничего. Туда-то я и решил отправиться. Но вот только зачем я употребляю слово «логика» на этом проекте, я не знаю. Здесь все дома, будь то разбитый вот такой вот дом под каким-то навесом, даже не дом, это хрен знает, что... В общем, здесь все дома, независимо, где они находятся, в городе, за городом, в пригороде или где-то в Глухомане, они все стоят 80 тысяч. Ну, а если нет разницы, то нахрена мне дом в какой-то Глухомане, если я могу за эти же деньги взять дом в городе? Ну, нету никакой логики. Вот нету. Ну, ладно, купил я дом в городе и пошел в автосалон, чтобы приобрести автомобиль. На сайте я видел, написано «Real Car», то есть реальные машины. Но здесь нет реальных машин. Они просто дали название стоковому транспорту. Обычные стоковые машинки, я не уверен, он за этот Гелик, но все остальные, посмотрите, это просто стоковая машина, но ей дали название. Как вот, например, яркий представитель этого безумия. Я не знаю, что это за машина, но здесь написано, что это Мерседес. Но он даже не похож на Мерседес, это какая-то стоковая машина. У нее в ГТАшке есть свое название. И даже визуально ничем не похоже на Мерседес. Но, как вы можете заметить, написано, что это Мерседес. Берем следующий Мерседес. Да я бы сказал, что это больше похоже на Тойоту. Но это никаким образом не Мерседес. Я не знаю, что это за безумие такое. Зачем вы даете стоковым машинам название реальных машин, хотя они даже не похожи. Подобную чушь я встречаю впервые, это честное слово. Но мне кажется, что это такой хитрый ход для того, чтобы заманить игрока реальными машинами, и при этом не тратясь на покупки моделей от модмейкеров. На реальные модели модмейкеров, которые делаются по реальным машинам. Просто даем название стоковым машинам, что это Мерседес, БМВ, тому подобное. Ну и я, пойдя этим же примером, купил себе понторезку, то есть рейнджровер ВОК. Но на самом деле это не рейнджровер. Это обычная стоковая машинка, которая принадлежит ГТАшке. И у нее даже есть свое название. И называется он Галливантер, что написано на капоте. Ну и естественно внутри это все та же стоковая обычная ГТАшная машинка. Никакой это не рейнджровер. А ведь это был магазин премиум класса. Я даже не знаю, что там продается в остальных магазинах на этом проекте. Да и в целом называть стоковые машины реальными названиями, на мой взгляд, решение такое себе. Ну и наверное будем заканчивать на этом, потому как больше показать-то мне и нечего. Все, что я смог показать, я уже показал. А уж какой это получился обзор, и что это за проект, наверное решайте сами. Ну а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok